Стало известно о первых уголовных делах из-за коронавируса Криминал силовые структуры 16.38, 18 марта 2020 года Стало известно о первых уголовных делах из-за коронавируса Фото, Виталий Тимкиев, РИА Новости Территориальные органы МВД России проводят несколько проверок по фактам мошенничества Связанного с закупкой медицинских масок и средств асептики Мошенники получили предоплату, но товар не поставили Об этом в среду, 18 марта, ленте.ру сообщил источник в правоохранительных органах Возбуждено несколько уголовных дел Они связаны с фальшивыми договорами при оптовой закупке От них пострадали лишь фирмы, а не рядовые обыватели, отметил источник Ранее сообщалось, что в Москве трое предпринимателей отдали около 10 миллионов рублей мошенникам Продававшим несуществующие медицинские маски от коронавируса на Авито Мошенники продали в общей сложности 640 тысяч масок по 1,5 рубля за штуку, ниже средней цены Директор одного из московских ресторанов сети Макдоналдс Отдал мошенникам 144 тысячи рублей, еще один предприниматель около 100 тысяч Остальную сумму мошенники получили от владельца фармацевтической компании Евгения П. За большую партию МАСАК 18 марта стало известно, что в Москве за сутки выявили еще 30 заразившихся коронавирусом россиян По последним данным, в России 147 зараженных коронавирусом, еще 17,9 тысячи человек находятся под медицинским наблюдением Как спастись от коронавируса? Регулярно моете руки Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мыть ее с мылом убьет его Соблюдайте дистанцию в общественных местах Держитесь от людей на расстоянии как минимум 1 метр Особенно если у какого-то из них кашель, насморк и повышенная температура Зачем это нужно? Кашля или чихая Человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм Соблюдайте правила респираторной гигиены При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя Сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой Обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины Среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус Полезные сайты и телефоны Сайт stopcoronavirus.rf Информация о коронавирусе на сайте Распотребнадзора здесь Ответы Распотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь Подробный раздел на сайте Минздрава здесь Телефон скорой помощи 03-103 для звонка с мобильного телефона Горячая линия Распотребнадзора 8 800 555 49 43 Горячая линия Раструда 8 800 707 88 41 Горячая линия Департамента здравоохранения Москвы Плюс 7 495 8 70 45 09 Источник – Всемирная организация здравоохранения Что происходит в России и в мире Объясняем на нашем YouTube канале Подпишись Обратная связь с отделом силовые структуры Если вы стали свидетелем важного события У вас есть новости или идея для материала Напишите на этот адрес КРИМАТЛЕНТАКО ДОТРУ